Ольга Фадеева Особенно почтовой маркой, рисунок на которой соответствует содержанию следующей главы. Обычно приключения в книгах бывают динамичными, а эти вдумчивые, очень трогательные, наполненные эмоциями. Такие книги, как эта, учат правильным взглядом на жизнь. История очень добрая, и в первую очередь она знакомит нас с понятиями о дружбе, о том, как нужно помогать друг другу, и о внимательному отношению друг к другу, к тем, кто рядом с нами. Ну а тем, кто был в Великом Устюге, будет любопытно вернуться воспоминаниями в этот уютный город и прогуляться по улицам вместе с героями книги. Итак, о самой истории. Эта сказка начинается накануне 31 декабря в Великом Устюге. Уже интересно, не правда ли? Родители главного героя Егора из-за занятости на работе отправляют сына встречать Новый год к бабушке в Великий Устюг. Настроение у Егора, конечно, не очень. Скучно подростку в провинции ни гаджетов, ни друзей, ни традиционного новогоднего торта. Да еще и помимо прочих лишений бабушка заставляет надевать Егора валенки. И вот пока бабушка стряпает пироги к Новому году, Егор отправляется на прогулку со своей собакой в злополучных валенках. И по волшебному стечению обстоятельств оказывается на почте Деда Мороза, где знакомится с помощницей дедушки Почтули и Ёшечкой. Да-да, у Деда Мороза есть помощницы. Это Почтули. Они помогают разбирать и сортировать письма, которые приходят на его адрес. Каждая Почтуля отвечает за свою букву «А» самое главное, ведь детей с именем на «А» очень много. А вот у Почтули Ёшечки нет работы, и она очень грустит по этому поводу. У нее, конечно, есть заветная мечта – когда-нибудь получить письмо от какого-нибудь ребенка и помочь осуществить его мечту. Каждый день она подходит к мешку с новыми письмами, но всегда возвращается ни с чем. Ведь нет таких детей, у которых имя начинается на букву «Ё». После знакомства Егора с Ёшечкой они отправляются на почту, где Ёшечка показывает ему, как они работают, знакомят с каждой буквой. Каждая буква своеобразная, и ее можно узнать не только по характеру, но и по внешнему виду. А потом они отправляются гулять по Устюгу. Этот город очень красивый, хоть и маленький. Там много церквей, есть места, на которые нужно обязательно посмотреть, и, конечно, есть красивая Северная река. Когда они подходят к реке Сухани, на льдине, которая отрывается от общей массы, они видят письмо, на котором стоит штемпель почты Деда Мороза. И это письмо уплывает от них, и нет никакой возможности догнать это письмо, чтобы осуществить мечту какого-то ребенка. Как же такое могло произойти? Ведь на почте всегда такой порядок. И что же теперь делать? Ведь потерянное письмо – это не только, не просто письмо, это чья-то мечта, чья-то вера в праздник. И вот как закончилась эта история, каких героев и кого Ёшечка и Егорка встретили в волшебном лесу. Исполнилась ли мечта Ёшечки и также мечта Егора, у которого тоже есть заветная мечта, вы можете узнать, прочитав эту книгу. Егорка посмотрел на девочку с восторгом и любопытством. «Как тебя зовут? Ёшечка!» Или просто Ё! – просияла девочка и стала заплетать распущенную косу. «А ты тоже здесь у бабушки гостишь?» – спросила Егорка, оглядывая большой деревянный дом, больше похожий на старинный терем. «Скорее у дедушки!» – хитро заулыбалась Ёшечка. «Только чур никому ни слова!» И она посмотрела на Егорку очень строго. Все, что затем рассказала о себе Ёшечка, звучало просто невероятно. Егорке стало казаться, что все это происходит не с ним или во сне. Но продрогшая нога в мокром валенке мерзла на самом деле. Значит, эта мелкая просто его разыгрывает. Девчонки обожают подобные глупости. Ольга Фадеева, мне письмо. Рекомендую!